итак друзья всем привет сегодня вы находитесь на моем канале рыбацкие и кулинарные секреты от геши но сегодня речь у нас пойдет дорогие друзья совсем не об этих секретах а сегодня у нас речь пойдет ближе к автомобильной тематике а именно про его коврики и я вам расскажу о своей не особо удачной покупки его ковриков и где я не рекомендую покупать данные коврики а почему сейчас я вам все расскажу и покажу итак давайте начнем вот долго я собирался покупать данные коврики и читал и смотрел отзывы и обзор на ю тубе у всех были мнения разные и потом будучи в отпуске я увидел эти коврики своего хорошего знакомого спросил у него серёга как тебе коврики он говорит классно а зимой нормально все и говорит воды в салоне нет или сколько уже тебе он говорит уже второй год и все нормально и вот я по приезду домой после отпуска я все таки решился заказать себе коврики и было это дело в декабре у меня давно был вот этот сайт студия перфект кар это товарищи данные товарищи находится в городе тольятти я еще подписанная группу а тут мне очередной раз прислали что действует скидка на их продукцию ну да вот как обычно два дня скидок на все поехал все вот я им написал добрый день хотел бы заказать коврики они мне отвечают спасибо за правильный интерес и наши компании туда вот домик комплект ну сколько все это будет стоить коврики это 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 но меня интересовали только передников я им написал еще по поводу по поводу телефона пообщаться потому что мне интересно было узнать что такое сити 3d и пресс 3d борта в чем отличие и все такое и все такое и я написал что еще будет под пятник ковриком и оригинальное крепление ну вот мне скинули телефончик ответить опять тут ничего не ответили ну вот я им пишу равно сандера 2 макси 3d борта 2017 год передний ряд под пятник шильдик цвет коврика какая ячейка будет окантовка ну и на пассажирские липучки папа мама я им сразу объясню что у меня в машине пороги и центральная тоннель отделаны пластиком поэтому говорится липучки мне крепить там некуда чтобы прикрепилась к липучкам которые будут приклеены на коврике вот они мне сказали что положат мне одни будут наклеены на самом коврике и дополнительно еще положат мне крепеж под пассажирской ну на под пассажирские со стороны на коврике вот огласили они мне цену все да по телефону я им тоже объяснил по поводу своей машины то что у меня рено сандера степвей и в общем по поводу того что сделал я свой заказ никто мне тогда ничего не озвучил что это будет так сложно что какие то будут проблемы да заказывал я получал я на компанию сдек оплата после получения я им отправил адрес они мне потом впоследствии когда изготовили коврики отправили вот трек номер вот и коврики мои поехали 11 декабря я получил свои коврики я им вот написал что я немножко недоволен ну во первых самое основное это то что не подошел водительский коврик а не подошел он по той причине что скорее всего они сделали его неправильно я не знаю сколько они там делали этих ковриков но вот даже у них на фотографии есть рано сандерас если мы откроем фотографию вот он водительский коврик здесь видите он сделан с разрезами я конечно просил без разрезов но мне никто не объяснил что если сделать без разрезов будут какие то проблемы у меня есть видео которое я пытался снять ну самому не очень удобно но я им попытался снять отправить тот дефект причину по которым я не устроила педаль газа у меня нажималась да даже практически в половину не утапливалась она упиралась сразу в коврик с тормозом проблем не было и сцепление тоже надо было прожимать через коврик она тоже не доходила до конца если посмотреть на эту фотографию что не выложили здесь коробка автомат и коврик тоже лежит на подъеме он не лежит идеально ровно хотя у него я вот потом дам вам послушать у нас телефонный разговор с кем я общался с этой компанией он мне говорит объясняет а что-то это как-то странно у вас коврик лежит как-то где педаль он на подъем идет а я вот здесь тоже вижу что он на подъем идет либо он вообще машину эту не знает либо они вообще какую-то левую взяли и выложили вот у меня только так складывается впечатление человек спрашивает почему у вас идет на подъем а как там может не подъем там идет на подъем где-то даже тем более я ему потом показывал видео с оригинальным ковриком ну это ладно мы продолжим ну и самое интересное что даже самая та малость они даже не положили мне липучки о которых было говорено ну вот я им написал одиннадцатого я им написал вот тринадцатого они мне только ответили там пожалуйста выложите видео вот видео я им отправил и как раз написал по поводу липучек а куда вы их положили то я их не нашел ну а вот мое видео ну а вот мое видео ну вот как мог так снял и сцепление упирается от ковер ну вот как то так друзья потом я им написал 14 декабря чтобы я хотел узнать по поводу водительского коврика и опять в ответ тишина я единственно смог только до них дозвониться потому что на сообщение они мне так и не ответили это я уже им писал я пробовал сам что-нибудь придумать с этим комром у меня там ничего не получилось ну это не важно вот ну вот и я решил им на их странице в их сообществе оставить вот такой вот вот водительский коврик не подошел вообще либо делать не умеет либо мастер руки заднем если растут извините если он делать не умеет значит они растут у него оттуда проблему предлагали решить да предлагали решить давайте вы нам отошлете мы там переделаем потом это все будет за наш счет ну насколько бы это тягамотина затянулось я не знаю и тем более я не хочу тратить свое время решая их проблемы поэтому я написал если вы не можете делать то и не стоит это добраться чтобы не было вот таких проблем и у вас не у меня на что они мне пишут что они изготовили максимальным закрытием заводского ковролина этим отличаются коврики от оригинальных полу ковриков но у меня не полу коврика у меня коврики тоже с бортиками и они очень хорошо все закрывают внизу и вот мне пишут вам предлагали сделать вырезы под педаль сцепления и педаль газа никто мне ничего изначально не предлагал наглая ложь то что готовы были забрать да то что готовы были все за свой счет переделать и обратно отправить да это было это было говорено в телефоне но было бы ли это сделано на самом деле я не знаю поэтому я им написал следующее сообщение что я заказал уже в другой компании и прежде чем платить я могу там проверить эти коврики на что они мне опять написали что мы изготавливаем эти коврики для автомобиля Renault Sandero два и бывает по несколько комплектов но друзья у меня не Renault Sandero 2 но у меня Renault Sandero Stepway два и тем более коробка механика и коробка автомата может быть отличие я не знаю точно я не делаю эти коврики я не специалист специалисты должны они они должны быть на фото у них показано коврики под коробку автомат и как они говорят что изготовили очень много и я не знаю может быть я тоже первый такой как они сказали что я очень сильно придирчивый и что я пишу гадости в адрес их компании но я гадости ничего не написал я написал все как есть вы даете качество гарантию ну получается все на самом деле совершенно все другое на что я им ответил что я не пишу гадости ну и они опять же пишут что они за свой профессионализм отвечают что за качество работ на всем ответственность все это понятно и тут же не писать и вы хотите чтобы максимально был закрыт пол и в то же время педали газа не сдавали коврик так извините ребят я вам когда заказывал почему мне это бы не было озвучено что я заказываю у вас коврики такие-то такие-то но вы их сделать не можете потому что педали газа и цепления будут задевать пол а вы мне ничего не говоря берете это и делаете они сами себе противоречны ну в общем там уже я им еще раз написал что прежде чем драться за работу которую они в состоянии сделать не надо ее сделать а я человек лояльный всегда отношусь лояльно у меня был тоже заказ по поводу кстати пластика в машине я там немного ошибся так мне ребята перезвонили сказали уважаемый геннадий ошиблись там вы перезакажите немножко там вот тот то тот то артикул там разница была в годах машины они отличаются так же как могут отличаться и рено сандера и рено сандера степл пусть немного но могут отличаться я правда точно не уверен я не знаю но могут но по крайней мере по годам отличается это точно так что вот такие то вот пироги мои друзья вот такая то ситуация с этими товарищами вот в конце видео я выложу можете послушать мои телефонные разговоры с этими товарищами там они тоже удивляются что как так да не может быть да почему там идет на подъем да там у всех машин идет на подъем такое ощущение что вообще увидел эту машину впервые ну и по поводу отзывов а вот они отзывы идут профиль закрыт еще раз сейчас сойдем дальше идем здесь профиль открыт ну человек из Тольятти ну как Тольятти из Тольятти будет писать плохой отзыв идем дальше вот человек не из Тольятти это человек из Москвы ну смотрите какая интересная ситуация вот сайт который он выставляет и это сайт заказа Эва Ковриков ну совершенно другая компания но тоже которая находится в Тольятти ну в общем и так далее можно посмотреть что очень много страниц закрыта или те что открыты они Тольятти но тоже тоже может навести немножко на мысль так что я не рекомендую заказывать у данного производителя еще раз хочу сказать это мое личное мнение вам вам уже самим думать будете вы у них заказывать или не будете ну я по крайней мере уже у них больше ничего не закажу и всем своим друзьям и знакомым никогда не посоветую данную компанию так что всем до скорых встреч всем всего наилучшего самое главное сейчас всем крепкого здоровья пока пока друзья а добрый день добрый день да здравствуйте здравствуйте ну я вам видео выложил вконтакте да да а коврик у вас на чем лежит на ваших резиновых нет зачем кто ж на резиновые коврики ложит ну я просто смотрю что-то нереально как и по видео честно непонятно как он вообще лежит просто как будто он на возвышенности там педаль естественно не уходит вы видели как лежит родной коврик ну естественно видели видели какие выемки там на родном коврике ну да вот и все а как и как извините а как тогда еще его можно снять в машине я показал как лежит тот коврик как педаль газа мне даже до половины она не доходит пассажирскому проблем вообще нет он лег вообще идеально все лежит хотя я правда не понял куда вы липучки то вложили липучки смотрите липучки на пассажирском коврике должны быть мама и папа получается вот где липучки у вас по бокам идут на пассажирском там и соответственно есть и эти они приклеены на основные липучки да 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 абсолютно верно а ну вот это я не посмотрю ну у меня в принципе хотя не знаю хотя снизу липучек там никаких не было да ну посмотрите потому что вниз я приклеил они у меня сели и там даже боковины в принципе особо клеить не надо и там. то они llevодом и держится точно на двух липучках внизу потому что внизу то у меня пластика нету У меня пластик только по бокам закрыт. Ну, я понимаю, да. Не-не-не, там должно по бокам быть. Посмотрите внимательно. А по поводу педалей... У нас даже первый раз такое... Сандер уже столько их перевел. Ну, я коврик положил, я начал садиться в машину. Я начинаю, включил скорость, хотел газануть. А у меня она не едет, потому что у меня педаль не удавливается. И сцепление цепляет. А неполный выжим сцепления приводит... Сами знаете, к чему. Ну, естественно. Тормоз все нормально. Тормоз доходит, все хорошо. Какой год у вас? 17-го. 17-го, все нормально, 17-го. Там очень маленькая выемка под газ. Вот если сравнить с оригинальным ковриком, там видели, какая выемка под газ? И то она даже чуть-чуть его цепляется, но эта резина, она тонкая. Она продавливается, я не ощущаю ее. Угу. А это все-таки плотный материал. Вот, я смотрю, как бы ничего не выдавлено, сколько у нас вот работ. Очень странно. Так, 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 Сандера 2. Сандера Степвей 2. Ну, Степвей, да, 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 да. Я не знаю, как в Сандере там, но по идее должно быть все одинаково. Ну, у нас разница как бы есть, ну, именно просто по названию и все. Так, сейчас, секундочку. Как у них в салоне, я без понятия. Угу. Ну, ковер прям лежит все по полу, да, там как бы... Нет, ковер все, по креплению вообще ничего, проблем никаких нет. Крепление садится прямо четко, ничего подгонять не надо было. Угу. Он лежит все по полу, я же его положил, блин, поменял после сразу, после СДЭКа. Положил водительский, положил свой ковер, сел, поехал, а у меня педаль не нажимается. У меня не нажимается. Я вас понял, ну, давайте сейчас буду уточнять, какие варианты вообще есть, почему-то, может быть. Ну, я вам говорю, маленькая выемка, если вот сравнится, с одним ковром резиновым. Не, мы выемки не делаем, вот в чем дело. Мы без выемок уже машина-то ходовая, мы их столько уже переделали. Почему вопрос педали задевать, ну, я же думаю, вы не первые, если бы колт-педали задевали, нам сказали. Из 200-300 комплектов кто-то, да, я думаю, я думаю, что таких моментов ни разу не было. У меня и вопрос. Так, 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 ну, давай, посмотрите, сейчас посмотрю, может быть, по нашим, по готовым работам и перезвоню вам, хорошо? Ну, хорошо. Все, добро вам, сейчас посмотрю. Алло, здравствуйте, ну, что там по моей проблеме, ничего не решилось? Напомните, пожалуйста. Водительский коврик не подходит. Водительский коврик на Сандера? Да. Сейчас мастеру отдал, сейчас смотрится, почему, как видео скинул, сейчас ждем ответа от мастера. Я же, как бы, что смог, то сделал. Ну, сейчас уже что, вы старались, там скажи. Не понял. Я говорю, жгу, ответы от мастера. И сколько будем ждать? Ну, я думаю, что не завтра-то решится. Просто, говорю, у нас даже не было таких моментов, просто даже не знаем, почему. Там люди говорят, ну, педали, не педали, говорят, не знают, машины, говорят, потому что делаем каждую неделю по 20, по 30 штук. Даже таких вопросов никогда не возникало. Ну, машины-то-то все разные. Машины? Угу. Все одинаковые. Именно с Сандером все одинаковые? Или другие? Конечно. Ничего не имею. Нет, ну, я имею в виду именно с Сандером, да. Ну, вот я же вам показывал оригинальный коврик, и как педаль втапливается. Нет, ну, это понятно. Ну, если у всех так делают, что ж они едут на меньше, чем на полгаза, получается? Ну, не могу сказать, у нас вот сотрудник на Сандера, могу выйти, видео сделать, онлайн. Те же самые коврики прямые. Вот, как бы, сейчас вот он решает это. Ну, он-то получается не прямой, он все равно туда кверху загибается. Ну, вы же сказали, он по полу идет. Ну, пол-то не прямой. Чутка по полу, правильно? Ну, вы машину представляете, правильно, да? Да, естественно. Ну. Где педали, он-то идет кверху пол, он же не ровно прям прямой до самых педалей. Ну, там углубление, правильно? Ну, там углубление и кверху задрано. Если бы он ровно коврик бы лег, там проблем бы не было. А он-то ложится-то под углом, и родной коврик под углом, там пол-то не прямой. Вот в чем дело-то. Как машины все... Правильно, они все одинаковые, но там пол не прямой. Ну, давайте, что-то на ответ. Я говорю, я просто этим не занимаюсь. Я же, конечно, работаю сейчас с мастерством. Это на любого Сандера поставить этот коврик, и педаль газа не будет втапливаться. Ну, ладно, что вы рассказываете. Ну, если все машины одинаковые, машина-то не другая, правильно? Я понимаю, поэтому и у нас вопрос возник. Вы знаете, сколько делаем уже этих Сандера? И никто, не такой вопрос. Либо люди все молчат по вашему мнению, либо я не знаю, что. Вот сейчас решаю на вопрос. Сейчас тут по-видео смотрят, я не знаю, что. Влекало одни. Смотрят. Ну, не знаю. Я тоже не могу ничего вам сказать, надо мне просто. Просто в первый раз таким столкнулся. Будут педали и задевались по чип-таксину. Ну, там педаль газа, она даже наполовину не нажимается. Да я вижу, я вижу по-видео. Либо я не знаю сейчас, что он сказал. Постелили или не постелили. Не могу сказать, что не так. Ну, давайте ответа дождемся и уже будем оттолкнуть. Ладно, хорошо. Хорошо. Будем ждать. Давайте. Хорошо. Продолжение следует...